Питков Я всю ночь промучился Я тебе такой зуб устрою, Питков Зубам не прикажешь Чего? Тем более зуб мудрости Да езжать давай Доброе утро Здравствуй, Борис Семенович Вот бы хата Гроза, наверное, будет Здорово, Борис Привет Чем порадуешь? Скоро закончен болевой цикл Вы еще неделю назад должны были это сделать Роман Георгиевич, я звонил, говорил Я как с Авровской один бегаю Я не успеваю Меня поставщики подводят Этих людей нет Я не успеваю Здорово, привет Давно? Минут десять Извини, простил С кондиционером заснул Знакомьтесь, Вадим Евгеньевич из банка Наша палочка Выручалочка Борис Семенович строитель Здравствуйте Вадим Алексей Петрович мой зам по безопасности Подполковник этой самой Здравствуйте Безопасность У вас ставки, разумеется Почему у вас ставки? Вроде еще не возраст А, это уже не органы, а так Товарищество С ограниченной ответственностью Да Держите Техники безопасности Не надо Дай он ему Возьми Он у нас по безопасности Роман Культурно-развлекательный центр Город счастья С претензией Ну так С размахом работаем Давай Борис Семенович Показывай Ну вот у входа Построим фонтан Вместо газона Чуть-чуть сместим И организуем В машине стоянку Для автомашин А там Посадим деревья Будет как бы садик Как считаете? Ничего, можно Через четыре года Здесь будет город-сад Да? Месяцев через десять Весной Да, Борис Семенович, так? Не знаю Наверное Технологии-то, может, немецкие А народисто наш Ну как? Ничего Впечатляет Даже вдохновляет Несотрудничество Во-вою я про то же Кредитная линия нужна Что здесь простое Чтобы не ждать Когда там немцы Очередную сумму переведут Думаю, решим вопрос Степанов! Ну что у вас там за посиделки? Битков давно уже приехал Давайте разгружать машину Давайте живее, живее Идите быстрее Идите быстрее Что ж ты так кричишь-то? Прямо как наш начбес Привычный Что? На кого это я кричал? У тебя внутренние три глаза Что? Всего? Что ты такой серьезный, Петрович? Шучу я Вот Клаус нам днях из Германии Первый транс отправлю Погасим кредит А там на линии так линия Роман Я сказал, решим вопрос Ты у нас партнер надежда Нравится мне твой проект Давай сейчас поедем ко мне в банк Формальности утрясем Не могу, я сейчас на телевидении договорился Я уже тут рекламную кампанию начинаю прорабатывать Опять же, деньги нужны Давай завтра часиков два Договорились Хорошо тут у тебя Ехать не хочется Там одно и то же, одно и то же Да уж Крутимся вечно Какое-то Бровновское движение Пророва Брось ты, Роман Все нормально Это точно Эх, где мои 17 лет? На большом каретном Там Э, придурок Ты что делаешь? Ничего Брось рогатку Ты в машину попал Что надо? Тебе что, не ясно? Не мешай Отдай рогатку, я сказал Отдай рогатку, я сказал Верни рогатку Иди отсюда Сам иди Я тебе что сказал, иди отсюда Отдай рогатку Она моя Возьми свою рогатку Зачем я ее сломал? Она твоя что? Ну придурок Что, сила есть, ума не надо? Слушай, ты сейчас дожди Если у меня Алексей Петрович, не связывайся Местный чудак В народ тут вечный Иди отсюда Сами идите отсюда Иди отсюда Ладно, поехали Еще на студию надо успеть Деятели великие Тоже мне Нашлись дела Ну все, я поехал А наехали тут самые ум Думаете все можете, да? Да Это не немец Наш человек Логики никакой Одни нервы Парень Слышь Закурить не будет? Будет Сигарет Можно прикурить? Спасибо Я пытаюсь бросить А какое там Как затянешься И отлегает как-то Правда? Да Я тоже все бросаю Вот в Америке я бы бросил Там у них с этим строго Ты в Америке не был? Нет Как думаешь? Хорошо там у них? Не знаю Везде одинаково Значит, вы шли за водой, да? Да Я почти дошла до калитки У нас за воротами еще с первой войны Танк стоял сгоревший Он меня и спас, когда бомба в дом попала У меня только шифером по голове А скажите, когда это случилось? Четыре года назад, весной Ну, а дальше что было? Ну, дождь В тот еще день был Меня соседи после бомбежки Без сознания в больницу увезли А потом я попала В пересылочный лагерь под Ростовом Оттуда посылала запрос И мне сообщили о гибели родителей Но брата в момент взрыва дома не было, это точно Вы не ошиблись, Катя Вашего брата действительно в этот момент не было дома Вы, наверное, догадываетесь, зачем его сюда пригласили? А... Он... Он... Он что, здесь? Да, ваш брат Михаил здесь Здесь, совсем рядом Ну, не буду вас томить Встречайте Здравствуйте Ну, Михаил, проходите Ну, Катя, Михаил Ну, вы радуйтесь, радуйтесь Да мы радуемся Ну, честность, ребят, ну что вы, ну, такая встреча АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Михаил, а может ты расскажешь нам, где вы были? Да ничего особенного В плену Да, я вас понимаю Проходите, садитесь Вы общайтесь, общайтесь Ну, не буду вам мешать Ну что, ну вот такая вот история АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас, неодолго придем сюда рекламу Перерыв, рекламный блок Товарищи, товарищи, никто никуда не расходится Вы можете встать на месте, размять ноги, попить воды, но никто никуда не расходится, ладно? Ну что у вас там? Да сюжет один слетел Ладно, мне выйти надо Ну, Станислав Игоревич, начальство же кругом Да надо, мне надо И еще раз Убедительная просьба, чтобы никто не обмахивался в студии Это очень плохо смотрится на экране Убедительная просьба Убедительная просьба Убедительная просьба Станислав Игоревич А, Роман Георгиевич Здравствуйте Здравствуйте Отлично Ну, Станислав Игоревич Совсем созвониться До свидания Удачи вам Вы куда? Я хочу поблагодарить Станислава Игоревича Нельзя, зона прямого эфира ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Что, Ташкент? Ага. Город Хлебный. Это точно. А? Маликол, подойди к машине. Так. Это тоже берем. Ну что, нашел постройки? Хорошо. Уже перекачиваю. Ну, хорошо. Алло. Да. Одну минуту. Он особо ходит. Скажи, у меня переговоры. У него переговоры. Угу. До свидания. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Андрей Владимирович. Все по плану. Нет, все спокойно. Да, как сказать. Скоро заканчиваю. Хорошо. Все сделаем. Ну, до свидания. Так. Ну что у тебя, Сереж? Заканчиваю. Оперативки маловато. Особо не разгонишься. Так. Так, а у тебя что? Да почти все. Леша. Да. Закругляемся. Да. Уезжаем скоро. Ну что, упарился? Есть немного. Давай, собирай своих. Значит, грузили документы. Заведете в управление и свободны. Понял. Садилов. Садилов. А вам, девушка, придется заглянуть к нам. Побеседовать. Сообщить, так сказать. Важные сведения. Я ничего не знаю. Позвольте. Позвольте, я говорю. Я хочу посмотреть, что у вас в столе. Понятно? Позвольте, майор, что ты тут куражишься, а? Ты что руками размахался? Ты большой начальник, что ли? Что ты тут маски шоу-то устраиваешь, а? Ты что, я навижу, ты осмелел? Что ты тебе бандиты круглые, что ли? Давно в КПЗ не сидел? Дорогой мой. Давайте без скандала. Давайте без скандала. Я тебе... Рома, что ты как маленький? В два счета устроил. Тихо, тихо, тихо. В два счета. Рома, отойди. Отойди, Рома. Мало не покажется. Ну, майор. Да. Ну, давайте успокоимся. Что успокоимся? Тоже мне деньги. Я вам сейчас тут устрою веселую жизнь. Мало не покажется. Все, извини, я за ним. На ушах стоять будете. Ну, ладно, ну, слушай, майор. Что майор? Что он тут руками размахал? Сейчас так махнул. Да что ты, что ты, майор? Никто не машет. А ты пойми, нервы не канатные. Нервы? У меня тоже нервы. Что я думаете? По-вашему тут ради собственного удовольствия хожу тут? Потею. Да понятно, понятно, майор. Нервы, нервы. У всех нервы. Я сам недавно как погоны снял. Понимаешь, что к чему? Если понимаешь, что тогда? Слушай, давай как-нибудь договоримся. Ну, не знаю. Ну, решим проблему. Что всем было хорошо. Вы сначала между собой разберетесь, кому вы дорогу перешли. Слушай, майор, давай выйдем. Куда? Ну, в коридор. Зачем? Поговорить надо. Я тебя прошу. Майор, давай. Я тебя очень прошу. Рома, давай, пошли. Ну? Ну и чего? Ты пойми, майор. Мы здесь серьезно работаем, а тут такое. Зачем нам лишние проблемы, а? Да вы, я вижу, ребята-то неплохие. Только нервные. Давай, майор, решим как-нибудь. Чтоб тебе и нам было нормально. Мы в долгу не останемся. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Короче, вот визитка. Завтра зайдешь ко мне с утра в управление. Только один. Ничего не обещаю. Посмотрим. Там вашей стройкой. Очень интересуются. Вот и договорились. Так что завтра все решим, майор. Да? А что? Начальство-то тоже не очень-то любят делиться. Садилов, что ты копошишься? Давай быстрей. Сейчас, товарищ майор. Да не сейчас, а так точно. Так точно, товарищ майор. Здравствуйте. Мы продолжаем следить за ходом расследования прогремевшего на прошлой неделе взрыва в городском кафе. Максим, давай. Давай, матай, времени нет. У нас еще дырку покатит в конце. Да. Здравствуйте. Можно? А, Стас, проходи. Ирина Петровна. Может, договорились просто, Ира? Ирина, пока я мотаю, вы бы нашли материал, чтобы отцовить? А где он? Не знаю. Ну, ну, Костя спросите. Кость. Костя. Костя. Ну-ка, просыпайся, Костя. Что ты стоишь? Убери кассету, садись. Костя. Кость. Да, да. Черт. Костик, потом отоспишься. Ира, можно тебя? Стас, извини, ты же видишь, опаздываем к эфиру. Что хотел? Приснится же такое. Как, Аня? А что? Нормально. Что нужно-то? Битакам с места взрыва где? А, битакам. Сейчас. Мне от Кривицки звонил, говорил. Какой Кривицки? Декан, который помог с поступлением. А лишь он в дерево стоит, не появляется. Не волнуйся, станет все в порядке, она варила. Костя, ну ищи кассету. Да ищу, ищу я. Господи. Кто-нибудь в курсе? У нас кофе остался, нет? Где этот кофе-то? Что нормально-то? Черт. Ты когда увидел в последний раз? Когда? Вчера. Она уже спала. Я звонил вам домой. Молодожен твой. Гарик. Говорит, я уже два дня, не мол, дома. И две ночи. Я прошу прощения. Ира, вы кофе не видели? Какой кофе, Костя? Кассету сначала найди. Угу. Стас. Тане, между прочим, уже восемнадцать лет. У нее есть мальчик. Ты хоть увидела этого мальчика? Видела. Симпатичный мальчик. Симпатичный. У тебя все симпатичные. У меня все готово. Нашли кассету? Костя, ты же снимал. Не я, оператор. Вот тут она лежала. Или тут. Или хрен его знает. Мальчики, так нельзя работать. Ира, давай выйдем. Стас, ну ты же видишь. Вот эту твою манеру, я не люблю ее. Самую в Болгарии не люблю. Ира, послушай. Ты в последнее время в Тане замечала ничего странного? Что? Она что, беременна? Да при чем, если беременна? У тебя одно на уме. А вот этого не надо. А то я тоже могу. Костя, пойдем покурим. Вас не поймешь. Будет среди ночи. Ищи кассету. Какая ночь? Четыре часа дня. Да ладно. О, кофе нашелся. Пойдем. Да сейчас, сейчас. Кофе только налью. Слушай. Если, по-твоему, Таня, довольно чуть дома. Ее на чем занимается. Болтается, не везем с кем. Все же в порядке, да? Да? А что ты здесь кричишь? Пришел тут. Что, уже, наверное, того? За праздник? Слушай, не везем. Пришел, а дочь тебе побеспокоится. Лезь ко мне. И ты не лезь ко мне. Хватит достаточно. Пятнадцать лет счастья. Да какое твое дело-то, а? Пришел мне здесь нервы портить. Унись, а? На себя посмотри. На свое отработал. Что ж ты пойдет? Ну, унись, а? Пожалуйста, уйди из моей жизни. Я тебя очень прошу. Уйди. Навсегда. Да ты знаешь... С ума сойти можно. Господи ты, боже мой. Позвольте-ка. Вот же кассета. Максим! Максим! Кассета нашлась. Можем работать. Максим! На себя посмотри. Весь какой-то в пятнах. Помятый. Как тебя в эфир тысячи выпускают. А то ты у нас. Лицо канала. Смотри, в соля не подкоптись. Просто Ира. Все сказал. Иди. Артист разговорного жанра. Да что с тобой говорить? Аккуратнее! Гражданин! Это тот самый, который сейчас из сердца? Ну да. Да. Они ведь в перестройку революции на телевидении совершили. Придет, вечно нервы испортит. Пьянь. Тут я смотрю, передача у него какая-то хроменькая. Рейтинг есть. А Кирилл опять полдня за стрелялками своими просидел. Зрение портит. Ты меня не сверли своими глазами. Говорила все родителям, расскажу. Кирилл! И выпрямь спину. А я тебе сегодня звонила. Мог бы и перезвонить. Что? Не до того было совещание. Совещание? Понятно. Кирилл, давай ешь. И выпрямь спину, тебе говорят. Ну и с кем ты, интересно, там совещался? Какая разница? Нет, просто интересно знать людей, которые хоть иногда имеют возможность с тобой пообщаться. Слушай, прекрати, а? У меня проблемы на работе. А у тебя постоянно проблемы? Знаешь, а у меня тоже проблемы. Сижу здесь как... Прекрати елозить по тарелке и ешь немедленно. Я наелся. Тогда иди спать. Можно мне еще поиграть на компьютер? Никаких поиграть, чтобы через пять минут в кровати лежал. Смотрите продолжение в тарелке. На вид просто божественно, Тамара Игоревна, пальчики оближешь. Ром, давай я тебе положу. Ром, а помнишь, я тебе рассказывала, как в меня был влюблен в школе один мой одноклассник, Игорь? А где соль? Тамара Игоревна. Что? Дайте соль. А, вроде солила, как всегда. Спасибо. Тамара Игоревна, вы, пожалуйста, еду пробуйте, когда на стол ставите. Хватит, а. Что хватит? Ты бы на какую-нибудь работу устроила, что ли? Алло. Да, Клаус, здравствуйте. Да живем потихонечку нормально, как вы. Да нет никаких проблем, это ерунда, обычная проверка. А кто вам сказал? То есть, Клаус, вы шутите? Нет. Ну да. Это невозможно. Послушайте, у нас есть договор, сроки, обязательства. Какие-то проблемы, я сказал, все будет решено. Клаус, вы прекрасно знаете, что на следующей неделе с этих денег я должен погасить кредит. Чего ждать? Клаус, ну... Послушайте, ну, до свидания. Да? Да. Да, будем держаться на связи. Ром, ты есть еще будешь? Хм? А, нет. Ты знаешь, а я сегодня на улице случайно встретила того одноклассника. Что? Слушай, какой еще одноклассник? Оставь меня хоть на минуту в покое. Мам, можно я еще на компьютере поиграю? А ну-ка, быстро иди спать. Больше никогда не будешь играть на компьютере. Иди! Больше никогда не будешь играть на компьютере. Больше никогда не будешь играть на компьютере. Больше никогда не будешь играть на компьютер. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Отойди от машины Да ладно Отойди от машины Изящной словесностью не интересуетесь? Собственные стихи недорого Всего 200 рублей Нет А надо бы Мир, кажется, проб в свой курсе К сожалению, не так быстро, как хотелось бы Нет, не надо Я же вам предлагаю купить стихи армадского поэта Я же сказал, не надо Тебе что, жалко купить? Ты вон на какой машине ездишь Пора бы мозги свои прочистить Как дальше? Жить Все рядится Рядится Перепихи Все считают Считают А вот меня никто не ищет Ну вот что вы, к интеллигентному человеку Пристаете Цепляетесь А что я вам мешаю? Собственно, да Пишут Все пишут Интеллигенция Одни пишут Другие читают Позвольте Господи Кого только в общественный транспорт не заносит Вы заказываете сразу несколько комплектов Детята не быстро Здорово Привет Познакомься, главный специалист по этим машинам Николай Алексей Вы извините Просто нам надо срочно переговорить Говорите Мы недолго Ну что у тебя, Алексей Петрович? Ну что, что Встречался с этим майором Еще кое с кем В принципе, вопрос решить можно Ребята, они Сговорчивые Только давят на них Сам понимаешь Проплачивают Чья работа узнал? Я тут одно с другим сопоставил По всему сходится Это Полоса в кашу заварил Я уверен? Да Сто процентов Ну, Васи, Васи Я с ним, кажется Вместе в университете учился Было дело На одном курсе Дружили, что ли? Да нет Так, знакомый Он у нас Рианом Камсоргом Друг Что хочет Как думаешь? Да похоже на то Что перехватить проект С немцами задумал Он же все Около Клауса вертелся Вот и довертелся Вот и я смотрю Клаус запаниковал Вчера звонил Деньги задерживали А что? Расчет верный У нас проблема Он тут как тут На белом коне Извините Извините Вы не подскажете Где Николай Александрович? Я здесь Я здесь Вот я Ну зачем Господи Сколько раз я тебе говорил Не надо сюда ходить Ну что ты все Ходишь и ходишь Пойдем Здесь хорошее кафе Не надо сюда ходить Что делать будем? Как считаешь? А что тут? Считай не считай Отвечать надо тем Я тут связался Поисками своих Если напрячься Можно его Годи Канадова закрыть Пусть посидит Подумает Быстро у тебя Все складывается На опережение Действовать надо Не первый раз Бодаемся Так что Своих я уже зарядил Прорабатывают вопросы Ребята надежные Их не перекупят И вместе Операми начинали Я разве давал Какие-то распоряжения? Разрешите Прикурить Супруга моя Я раньше в КБ работал Самолеты строил А теперь Жалко ее Тяжело ей Супруга моя Харина Супруга моя Давай пока подождем, Алексей Павлович. Чего ждать-то? Пока твой комсомолис опять чего-нибудь не выкинет? У меня уже люди работают. Пусть пока прорабатывают. Между прочим, твоя неопределенность, Роман Георгиевич, идет не на пользу твоей репутации. Не так могут понять. Знаешь что, Алексей Петрович, я как-нибудь сам позабочусь о своей репутации. Субтитры делал DimaTorzok Вы номер выбрали? Мужчина? Какой номер? Вы образцы видели? А, да. Седьмой. Номер семь записали. Только не спешите, ради Бога. Грунт должен дать усадку. А то будет стоять перекосившись. Как это? Которая в Испании. Башня пизанская. И она не в Испании, а в Италии. Зафыркал весь подоконник. Васильевич прямо ударник. С утра работает. Такая духота, ты горячий чай пьешь. Так на Востоке только этим и спасаются. У меня опять компьютер завис. Я сколько раз говорила, что на машинке надежнее. Мужчина, давайте карточку. Что? Фотографию покойной давайте. А, сейчас. Вот. Фотографию будем наносить прямо на камень? Или просто в рамочке? На камне. Камень. Только предупреждаем. На камне сходство иногда хромает. Тогда в рамочке. Скажите, а вот эту рамочку с фотографией, ее можно будет немножко передвинуть потом? Если что. Вы это бросьте. Жить-то надо. Теперь на второй этаж бухгалтерию. Хотя у них, наверное, обед. Может, не будем рисковать? Я бы намекнул сынку, а то он не в курсе. Мало ли что. Ему 30 лет, и все, сынок. Ну, сыну. Не этого с них начнем. Нужна непосредственная реакция. Живые человеческие чувства. Понимаешь? Ну, смотрите. Вам виднее. Ну, извини, ко мне дочка пришла. Скоро начинается. Я сейчас приду. Привет, пап. Таня, ты как здесь? Мне папа это. В общем, мне папа деньги нужны. Деньги? Деньги. Таня, зайдем-ка ко мне. Ну, ладно. Зачем? Надо. Папа, вообще-то я спешу. Пойдем, пойдем. Мне нужно с тобой поговорить. Проходи. Дочь, садись. Не хочу я садиться. Папа, я правда спешу. Дочь. Что? Давай поговорим. Мы с тобой так редко разговариваем. Раньше ты мне рассказывали про школу, про друзей. Ну, помнишь? Помню, помню. Повернись, пожалуйста, ко мне. Ну, что? Может, у тебя случилось что-нибудь? Ничего у меня не случилось. Пап, я правда спешу. А чем тут деньги? Мне нужно на экзамены. Все скидываются. Цветы там, то да сё. Что ты мне всё врёшь? Ты ты ж не ходишь никуда. Я ж знаю. Я хожу. Таня, подойди ко мне. Ну что? Сядь здесь. Послушай меня. У тебя сейчас самое важное – это институт. Это твой старт в жизни. Ты о чём думаешь? Ты должна нормально выучиться. Ты же самая выбрала. Я выбрала? А кто? Хорошо, пусть я. Я хочу, чтобы ты закончил институт. Получила хорошую работу. Могла общаться с интересными людьми. Да не хочу ни с кем общаться. Извините, Станислав Игоревич. Станислав Игоревич, это на уши сейчас или нет? Я прическу поправить. Уже время. Потом. Извините. Что, ноги болят? Да нет, это так. Руку испачкала. На-ка, вытри. Понимаешь, дочь? Я часто о тебе думаю, волнуюсь, переживаю. Божество в детстве – общий язык. Ну, вспомни. Только не надо, папа, про счастливое детство. Надо помочить, как меня это отрешь. Понимаешь, мне так важно знать, все, что с тобой происходит. Понимаешь? Папа, не дыши, пожалуйста, мне в лицо. Что? Папа, ты мне деньги дашь? Деньги. А зачем тебе деньги? Я же сказала. А ты думаешь, я ничего не знаю? Да? Здесь его дружок. Сюда дверью стоит. Да ты ж негодяй, сволочь. Ты его не знаешь. Зато ты его хорошо знаешь. Это он у тебя деньги искать, да? Да, архозьки вам деньги нужны, да? Ну, покажи, куда ты колешься? Куда колешься? Сюда, показывай. Я не каюсь. Колешься, я знаю, колешься. Сюда, и сюда. Куда ты колешься? Показывай, покажи, покажи. Пусти, пусти. Ах, ты дрянь такая. Ах, ты дрянь. Да? Опаздываем на эфир, Станислав Игоревич. Эфир, да. Десять минут осталось. Сейчас, секунду, иду сейчас. До свидания. Таня, подожди. Таня! Ну, заходи, заходи, Роман. Жду. Здравствуй, Вадим. Ну, что у тебя там стряслось? И ты уже в курсе? А как же. Вчера заглядывали двое в штатском. Запрашивали документацию, по твоему счету. Быстро они. Что? Ага. Крепко зацепились? Да, с ними-то мы разберемся. Здесь другое. Так что там, заказное? Ну, да. Да, дела. Ну, а выяснил, что там, к чему? Да сам пока не разобрался. Ладно, решим все. Где наша не пропадала? Ну, смотри. Слушай, Вадим. У меня так складывается, что... Ну, в общем, мне нужна отсрочка по кредиту. Неделя на две, лучше на месяц. То есть? Да немец мой тут фокус выкинул. Транс задерживает. Что значит задерживает? У вас же договор. Ну, вот хочу в Гамбург слетать на месте, все выяснить. Да. Рома, я, конечно, все понимаю. Но и ты меня пойми. У меня начальство. Акционеры. Тут еще поверка СЦБ идет полным ходом. Извини, Рома. Не могу. Подожди, ты же... Только вчера говорил. Линию кредитную откроем. Сотрудничество. Говорил. Но сначала надо по кредиту рассчитаться. Рома, чаю хочешь? Оксана, сделайте нам, пожалуйста, два чая. Хорошо. Вы про совещание не забыли? Я помню. Спасибо. Да брось ты, Рома. Чего ты так переживаешь? Первый раз, что ли? А? Вадим, мне сейчас без немцев не выкрутиться. Ну, ты с других направлений выдерни. Придумай что-нибудь. Я ж тебя знаю. Слушай, сколько раз я у вас кредиты брал? Я хоть раз задерживал с возвратом? Хоть один раз, а? Я ж всегда день в день проплачивал. Все проценты. Рома, я ж не спорю. Ну, извини, не могу. Ты сначала со своими проблемами разберись. Да, Оксан. Вадим Евгеньевич, совещание уже начинается. Хорошо, спасибо. Понял. Ладно, пойду я. Да не тисни ты так, Роман Григорьевич. Все будет нормально. Вон у тебя, на чбе с какой бравой. Пусть работает. Привет. Игорь, извини, я ненадолго. Дела. Хотела позвонить, отменить. Телефон куда-то задевала. Здравствуй. Здравствуй. Спасибо. Пойдем, пройдемся. Зачем? Ага. Пойдем. Ну, рассказывай, как живешь. Чем занимаешься? Бизнесы. Акции, цены, бумаги. В общем, все нормально, все есть. Я в этом ничего не понимаю. Но ты у нас всегда был самый умный. Гордость школы. А ты? А я домохозяйка. Примерная жена бизнесмена, расчет сына. А у тебя как с этим? А у меня есть дочка. И пара разводов. А что так? Не те попадались? Черт его знает. Сначала вроде те. А потом нервные какие-то становились. Первый не хочет, чтоб я с дочкой виделся. А я ведь им даже верность хранил. Но это-то напрасно. Измена только укрепляет, брат. Это что, личный опыт? Или женском журнале мне написано? Это шутка, Игорь. Ладно, мне еще в террагентство нужно заехать. Лен, подожди. Подожди, не уходи. Что такое? Подожди, сядь на скамейку. Зачем? Ну, пожалуйста, я прошу. Зачем? Ну, сядь, сядь. Ну, сядь, ну, сюрприз. И глаза закрой. Зачем? Ну, закрой глаза. Я прошу тебя. Ну, закрой. Закрой и не открывай. Не открывай. Мой платок, заветный дар тебе. Ты подарила Микеле Кассио. Ну, помнишь? Угу. Ну? О, нет, клянусь душой. Я пред тобой вовек не согрешила. Я не любила Кассио. За это, Дездемона, ты умрешь. О, да. Душил ты всегда талантлива. Я эти самодеятельности за тебя пошел. Я знаю. Девчонки мне завидовали дурой. Меня называли, когда мы с тобой поссорились. А ты помнишь, как мы поссорились? Так, в общих чертах. А я ведь шел тогда тебе предложение делать. Простите, мы разговариваем. Я что, вам запрещаю? К этим персадим. Ну, а ты куда собралась? В смысле? В смысле турагентства? В круиз с сыном на корабле. Без мужа. Да более знакомая картина. У него дел много. Ты знаешь, сколько у него проблем? Я его понимаю. Ну, как? Да, узнаю родное Десдемона. А как же? Девчонки. Да. 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 Знаешь, ощущение такое, будто как тогда мы с тобой сидим, уроки сачкаем, солнце светит, деревья, любимый человек рядом. Да, есть немного. Знаешь, я когда сюда ехал, боялся опоздать. Прибегаю, руки дрожат, сердце колодится. Как будто опять пацан влюбленный. Игорь, что ты такое говоришь? А то говорю, что я когда вчера тебя увидел, то понял, что до сих пор тебя люблю. Ты, может, опять хочешь предложение мне сделать? Если хочешь, то да. Ох, как тебя несет. Да при чем здесь несет? Просто, просто ты единственная, что... Я, между прочим, замужем. Знаешь, а я еще вчера по твоим глазам понял, что у тебя не все в порядке. Чего ты взял? Я же вижу. Я ведь сам все это прошу. И закончится у тебя все тем же, что и у меня. Ты меня извини, может быть, твой муж неплохой человек. Но знаешь, бизнесмены вообще плохие мужья. И плохие друзья. Просто работа такая. Мы живем как вакуум, прикрываемся успехом, а сами задыхаемся от бесчувствия, пока не понимаем, что у нас ничего не осталось, кроме... Тоски. Что я тебе говорю? Ты сама все знаешь. Да. Душишь ты лучше, чем в любви, признаешься. Я понимаю. Это не так просто, так сразу все. Но я же говорю, ты всегда умный был. Только непонятно, если ты такой умный, что такой несчастный. И жалкий. Лен, ты сейчас ничего не говори. Ты подумай, хорошо? Черт. Нога-то сломала. Тебе он, собственно, и дочь не доверяет. Ты правильно. Лен, не надо. Ты на себя посмотри. Тоже мне отела с дырявым платком. Ладно, я пошла. Пока. Тимофей Дмитриевич. Да. Здравствуйте. Программа «Криминальный город». Здравствуйте. Мы знаем, что с вами произошло. Держитесь. Вы не могли бы нам на камеру ответить на несколько вопросов? Только, если можно, в интерьере. Где? Ну, в смысле, дома. Можно войти? А, пожалуйста. Проходите сюда. Угу. Проходите. Осторожно. Угу. Ну что, Володь? Так. Сядьте, пожалуйста, в кресло. В кресло, пожалуйста. В кресло. Так, минуточку. Так. Ага. Угу. Ну как? Да так, не очень. Куда мне? Так. Подойдите, пожалуйста, к окну. Так, идите, пожалуйста, сюда. Так. Нет, не годится. Сильный контровой из окна. Надо бы шторы задвинуть. Угу. Продрешите? Да. Там. У меня прищепка сломана. Забываю. Ага. Ну, ладно. Давайте к стенке. Угу. Ага. Так, идите сюда. Вот сюда. Так. Ну как? Да... Да так. Володя, нам нужна жизнь, а не красивая картинка. Смотри, ведь опять доиграешься. Ладно, сойдет. Я готов. Запись пошла. Тимофей Дмитриевич. Власти начали выплату компенсации пострадавшим при взрыве в кафе. Многие из родственников подали в суд, по их мнению, это очередное оскорбление людей. Вы собираетесь последовать их примеру? Вы знаете, я не совсем понимаю, о чем вы. Хорошо, я спрошу по-другому. Да нет. Тимофей. Я думал, вы по поводу переписи. Вы, вероятно, ошиблись. Какой переписи? Разве ваша жена не погибла в кафе восемь дней назад? Нет. Моя жена отдыхает сейчас в спальне. Так, стоп. Володя, я ничего не понимаю. Света дала мне адрес. Костенко, Тимофей Дмитриевич. Это вы? Да. Адрес верный. И жена у вас жива? Угу. Дорогая. Ты представляешь, здесь говорят, ты погибла. Заснула, наверное. Вы уж извините. Ну, вы нас извините. Накладочка вышла. Да ничего, бывает. Ну что, мы, пожалуй, пойдем? Володь, пошли. Угу. Ошиблись. Оно и к лучшему. Да? Ничего, ничего. На. До свидания. Еще раз извините. Угу. Мы разберемся. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Чайник вскипел Будешь чаю? Слушай Я телефонную книгу не могу найти Ты куда ее задевала, а? Молчишь? Ну, молчи, молчи Обычная твоя тактика Не могу понять Зачем ты туда пошла? Мне назло? Все твой характер Уж лучше у тебя любовник был бы Я бы мог понять хотя бы А так вот, уходить куда-то А потом всегда отмалчиваться Что, опять молчишь? Тебе разве что докажешь? Потому что у тебя характер такой упрямый Ты умерла-то мне назло Чтобы доказать мне, что ты Дура Понимаешь? Товарищ подполковник Погибший занимал высокий пост Наверное, у него были враги Действительно себя на рассказном характер И версии сейчас отрабатываются А как вы думаете Произошедшие связаны с коммерческой деятельностью Убитого? Это мы сейчас начинаем Одно надо сказать точно Спасибо Все Так, ну с этим все ясно Но для полного счастья Нам одного сюжета не хватает Так, 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 так Да, Костя, кстати Что у нас там с этими родственниками Погибших при взрыве? Че, че, да ничего Редактор опять ошиблась Что за дела такие? Ирина, вы повлияли? Надо свету пропесочить Можно, конечно, воды подмонтировать Сейчас Я тут такой материал нарыл С риском для жизни Володя чуть камеру не разбил Блин Хорошо, что не кипяток А че ты его Володей называешь? Ему скоро на пенсию А что? Между прочим, в Европе Все друг друга по имени называют Это ты у нас Дремучий Мальчики, хватит На, вставляй Кто-нибудь знает, кофе отстирывается вообще? А ты вырежи пятна Сейчас модно с дырками А насколько можно? Куда мотать-то? К началу Звонит мне, значит, мой приятель из пресс-службы ОВД И говорит Сегодня, говорит, наркопритон берем Приезжай Я выдергиваю Владимира Ивановича Из камеры нахожу Открывай Открывай Снимай Сосед внизу В кухне из подолка вот эти чё Давай открывай А ты иди за мной посмотри Давай открывай А ты чё, участковый Он и есть участковый Это у них юмор такой, милицейский Что случилось? Выходи из партия Баспорт, пожалуйста Зачем вам баспорт? Средство ведутся такие Да, что у нас на пуке здесь Опа Опа Баспорт не открывай Баспорт не открывай Сейчас дверь воню Беспеческие заставы Давай А ну дядь Пита Это ещё не самое интересное Долго ещё Может промотать? Ты чего? Скоро начнётся самое оно Кино про войну Давай садим Девчонки, подъём Милиция в гости приедет Давай Да ты подлинная Давай с тобой тебе говорят Подъём Я тебе что баба что-ли С тобой играл? Давай Подъём Вот сейчас начнётся Ромео и Джульетта Голливуд отдыхает Что-то у этой девушки Лицо больно знакомо Ну поехали Ну поехали Панорама Ты за картинкой охотишь Да вставай Да что ты Опа Парень Ты чего? Ты перепугался что-то? Ты перепутал что-то А? Да чего? Ну вот и всё Конец кино Доигрался Владимир Иванович Какая там пенсия Ещё б чуть-чуть И камере хана Я ему главное говорю Снимай подальше А нет Ему картинку подавай А кто бы за всё отвечал? Как всегда Костя Тоже мне тут Тарковский нашёлся Здорово Роман Георгиевич Рад тебя видеть Здравствуй Саша Угу Чего звонил Саша? Да вот Узнал про твои проблемы Дай думаю Заеду Может чем помогу Хорошему партнёру Такое ощущение Что весь город об этом знает Да Видно кому-то Приглянулась твоя тема Выяснил кому нет? Да выяснил Вася Колосов Есть такой деятель Да ты что? Слышь Валь Опять этот тип возник А кто это такой? Да Власова который хотел кинуть Колосов такой помнишь? Аааа Да Колосов он такой Говорил же ещё тогда Он слов не понимает Ну и что ты предпринял? пока ничего чё тянешь то мы тогда у вас еле вытащили вот думаю знаешь ром нам ведь помогать друг другу надо с тобой ведь работать то одно удовольствие все вовремя никаких накладок там уж не она ведь точно все любит у меня тут кстати пара идеи есть сейчас мозгу может вместе поплотнее поработаем да и вообще-то человек перспективный дело знаешь тебе вот только твердости побольше здесь раньше кассы были железнодорожные очередь всегда стояла какие кассы рома ты меня послушай с этим делом затягивать нельзя тут либо он тебя ибо ты его или я не прав прав ну так извините знаешь я понимал бы если ты так долго думаешь что типа человек хорошего пожалел ведь он от него ж разит за версту это-то да я еще тогда говорил таких сливать надо а что дело говорит есть у нас люди надежные сделают все чисто профи в своем роде саш куда это ты клонишь что-то я не пойму ром да ты особо ты не беспокойся пропадет человек и нет его скажут в африку уехал понял а насчет денег не беспокойся потом по взаиморасчетам разберемся ты головой только кивни все и все проблемы сразу решены быстро и удобно согласен согласен ну вот считай что договорились что же за погода такая то холод то духота невыносимая ну вот за это дело можно и выпить да пошел ты да это что зря ты так рома с нами дружить надо а ты я не понял чибис он чё серьезно я не понял ты чё тихо скок сиди а он чё совсем не лезь сам разберусь ладно роман георгиевич мы тебе помочь хотели все пойдем куда пойдем пойдем говорю за такие слова отвечать пойдем и надо быть все пойдем все Продолжение следует... 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 Ну что, пошли, дочка. Таню. Не надо, дочка, потом заберу. Ну что, приезжайте. Хорошо. Тебя подвезти? Не надо, сам доберусь. Давай созвонимся вечером. Хорошо. 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 Не бойся, мужик. Не леший я. Здравствуй. А это ты здорова. Ничего, свежого. Слушай, дай дернуть. А, сейчас. Да не надо, дай добью. Докурю. Утиные яйца. Представляешь, местные утки куда-то улетают на зиму. А весной каждый год прилетают сюда, подкладывают яйца. А здешние вороны сжирают эти яйца. Они на следующий год опять прилетают. Снова откладывают яйца. Некоторые из них иногда успевают вылупиться. А вороны сжирают их вместе с птенцами. И так каждый год. нет, чтобы лететь в другое место. Они летят только сюда. Я сколько лет гоняю этих ворон. Да какое-то. Ничего. Прилетят. Что? Утки, говорю. На следующий год опять прилетят. ИНТРИГУЮЩАЦИЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА